приветствую всех на своем канале кстати вы не обратили внимание что я в отличие от подавляющего большинства ютуберов никогда не разделяю и не заостряю внимание на неких подписчиков и не подписчиков постоянно напоминая что меня это не интересует и для меня все равны тем не менее некие неадекваты мне регулярно тычут в нос что я такой же как все и напрягаясь тут только из-за бабок приходится напомнить этим амебом что если бы я захотел заработать на ю тубе то выбрал бы себе совершенно другую тематику и имел бы миллионные просмотры они так как теперь по 20-30 тысяч в месяц просто тупо посмотрите у меня на канале во вкладке о канале сколько просмотров было за 20 месяцев моей активности и сколько менее 400 тысяч да для ютубера это в месяц как полный провал многие уже когда падает до 1 миллиона то плакаться начинают и это еще в прошлом году у меня монетизации почти не было более ста роликов на которые я потратил полноценных от двух дней до двух недель даже если считать по три рабочих дня то это более трехсот дней и в большинстве это занимает все мое личное время которое мог бы использовать на более прибыльные мероприятия а ведь многие уже поняли что у меня как и руки так и голова на месте тем не менее ролики выпускаю регулярно и не прошу никого никаких донатах хотя сам потратил и семейного бюджета на все эти показы опыты и оборудование которым не даром не впало более штуки баксов а мне youtube широкого плеча раз в полгода снизводит по 100 баксиков вот уже две выплаты было как я на вас нажился то и у каких имбецилов может язык повернуться считать что я ради бабла тут корячусь выход методички смените или палату санитаров другую попросите с вентиляции есть некоторые инфузории который меня пытается на слабо развести типа чего тогда у тебя монетизация включена так как же иначе ютубы совершенно не нужны каналы без включенной монетизации причем по последним слухам они вообще хотят удалить все каналы которые не приносят прибыль и такие обычно лежат на самом дне мне же тоже совершенно не интересно биться головой о пустую стенку ради одной тысячи просмотров в месяц из которых по статистике 20 процентов придут целенаправленно остальные просто мимо пробегали конечно я хотел бы чтобы мой труд по разоблачению видели как можно больше народу но я не выбираю какой контент лучше сделать прибыльные а делаю какой злободневней и этого же касаются мои исследования по вихревой медицине я там вообще ничего не рекламирую не продают чисто и из принципа хотя мог бы и поверьте ко мне сейчас бы очередь стояла до москвы но я и эту возможность спустил на тормоза и еще монетизация мне необходимо для того же исследования и анализа вот как бы я узнавал за что и как наказывают на чем поднимается все эти мошенники и вообще какие механизмы движут этой системой и я теперь очень хорошо ориентируясь во всех этих дебрях и подводных камнях возможно если найду время то поделюсь своими исследованиями по крайней мере как отбиваться от страйков и как их писать постараюсь все таки прояснить ладно вступление закончу а теперь тема дня николай литвиненко давненько его за мягкие места не тискал в прошлом году затрагивал несколько раз но сами понимаете тема об тирхи и слободяне была слишком веселая чтобы ее игнорировать и да я конечно еще вернусь на ту войнушку еще на большем хайпе не переживайте там еще на год сериала хватит и так некий литвиненко по рейтингу отмороженности и значимости по вечнякам его можно отнести на второе или третье место после тирхи начинал свое фейкометство примерно на год позже тирхи но хитрозады одессит все таки постарался кроме заражения мозга своим сектантом фейковыми чужими роликами еще подпитывает нездоровый интерес имитацией опытов и подделках на злачных темах а главное хорошо изучил матричные технологии совместно с техникой зомбирования и гипноза ну и гибель с лучшим подспорьем оказался об этом я неоднократно говорил в своих выпусках тем не менее колли тоже тянулся поток быдломассы завороженный халявными технологиями чего стоило его истеричное заявление прошлой весной что он опустит мировых нефтемагнатов ниже плинтуса в конце прошлого года но что-то пошло не так тем не менее не потерял бодрость духа и во все гонит порожняк на своем канале а когда понял что его время ушло и фейковый контент уже так не привлекает соответственно просмотры упали до бессмысленности доход уже не тот хотя кидался навозным контентом каждый день да еще по несколько раз вот и решил болезный уйти с этого болота громко стукнув дверью провозгласив что теперь он снял монетизацию с канала и вот такой он рубаха парень зато все остальные кто не делает как он просто крохоборы дошло до циркового представления когда он даже на меня наехал прикинувшись валенком кто-то он не понимает что моих менее 400 тысяч просмотров за два года это одна две недели в его жирные месяцы за навозный контент и вот сняв сливки около 8 10 штук баксов аферист вдруг кувыркнулся в воздухе и тут же превратился в правдолюбое правда энтузиазм резко спал на его канале в раз пять но появилась одна характерная деталь хотя как и раньше он пытается рекламировать какие-то якобы свои гениальные разработки и предлагает их купить но самое из ряда вон я увидел на днях заглянул на его канал оказывается гений стал барыжить миниатюрными осциллографами и вот я вам приведу хотя бы один пример насколько этот мошенник вообще зашел за полные пределы ну то что у него контент как я говорил мусорный то есть собирает со всех донных помоек старинные бородатые фейки и приписывает им что они запрещены имеет миллионные кпд вот берите делайте все на рабочие а хотя сам спросите у этого упыря сколько он платит за свет какие он счета оплачивает тепло газ ну и все прелести жизни нет он конечно себе бтг нашел именно этот канал где он разводит лохов по полной и соответственно получает с них деньги но уже сейчас пришел момент истины когда все его канал просто вздыхает но тем не менее он нашел себе вот такое занятие посмотрим продажные модели карманных осциллографов что он предлагает послушаем им у каждого изобретателя есть актуальная потребность когда делаешь изобретение в осциллографах но они большие громоздкие вот предлагаю вашему вниманию под заказ маленькие карманные осциллографы сделаны по индивидуальному заказу выполнены на самом профессиональном уровне и кстати они очень компактные им удобно работать и дешевле чем большие осциллографы идеальный вариант для изобретателей там будет в описании моя почта оставлю в описании под видео для заказа таких осциллографов с момента с момента заказа срок исполнения 3 недели выполнен будет на самом профессиональном уровне возможно дополнительно какая-то комплектация представляете за три недели человечек вам сделает осциллограф только деньги платите 100 баксов а теперь посмотрим что какое фуфло прогоняет этот мошенник вот посмотрите на алиэкспрессе узнаете что-то похожее 24 19 ну 15 плюс доставка конечно как вам знакомы и этот мошенник вам предлагает за 100 баксов причем через месяц якобы профессиональными руками запаяны хотя руки у него настолько кривые что дальше некуда вот смотрите 18 30 готовый осциллограф абсолютно собраны все настроены пользуйтесь 18 и 3 доллара а он вам загоняет за 100 по моему только наркота наверное выгоднее а все остальное уже вообще никуда не шло вставляете себе более чем пять раз вот я например себе там где-то с год назад вот приобрел вот такой как видите по функционалу он ничем не отличается только дополнительные переключатели что кстати более удобно но стоит ну без корпуса конечно 12 и 6 доллара всего если вам уж такая есть необходимость какой-то иметь осциллограф такой детский карманные которые в общем то нужен чисто для того чтобы померить там 10 20 килогерц не больше потому что эти осциллографы они не работают на большие частоты вот то что здесь написано 0 200 это максимум что 200 у него встроенный частотомет показывает на самом деле уже после 10 килогерц он синусоиду показывает не очень красиво а после 20 30 килогерц это вообще мрак но чисто как тестер такой вот туда-сюда вот ну например как я специально себе взял такой чтобы там импульсники или вторичные блоки питания или обычные блоки питания пульсации смотреть ну и там всякую мелочь такое что можно посмотреть еще реально до 20 30 килогерц максимум и вот эта игрушка предназначена чисто для так чтобы валялась под рукой чтобы не использовать серьезные осциллографы большие когда это не надо или гальваническая развязка нужно я вам сейчас покажу как я себе сделал полностью с автономным питанием единственное что еще покажу что вот таких аферистов как можно просто посмотреть вот заходите на такой сайт я ссылку оставлю и вот если чистая вводим в это поле сюда ссылку на канал который вам необходим нажимаем и смотрим вот он голубчик канал запрещенки и тут полностью раскладочка по дням по месяцам по годам сколько чего как какие приходы расходы вот его подписчики меньше 100 в день тут сколько посмотрела сколько всего вот больше десяти миллионов и смотрим общее что доход его там дневной и недельный и месячный правда у него тут какие-то интересные минусы идут поэтому почему-то очень мало но надо цифру то вот смотреть конечно не вот эту крайнюю а вот эту ну и где-то в раза два иногда в три умножать вот примерно реальная цифра получается вот тут графики пожалуйста вот просмотре вот когда самые жирные были у него миллион двести а так ниже 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 тут вообще какая-то фигня сами понимаете из-за такого но никакого смысла зарабатывать нету как и мне 23 тысяч какой заработок вот тут подписанных почему-то минусы пошли вообще тут нули в общем какой-то бардак сплошной соответственно конечно чувачок обиделся на youtube и решил сделать широкий жест на толку никакого с него можете и мой канал сюда вести посмотреть пожалуйста вот тут еще можно детально посмотреть что и как а я вам сейчас покажу свой миниатюрный осциллограф детский вот мой вариант это 138 там рассматривался в корпусе 150 вариант и вот что я сделал аккумулятор зарядка контроллер здесь поставил преобразователь на 5 вольт от аккумулятора вот включаем здесь один килогерц контроль все все то же самое по обвязке программной абсолютно одинаково механическая обвязка немножко другая ну там переключатель который не очень удобный а здесь все вот значительно даже лучше все 12 и 6 доллара всего-навсего ну да еще убрал там 531 стабилизатор который с 9 на 5 потому что мне нужно сразу 5 туда вставил и все вот и пожалуйста можно заниматься там где-то какие-то где нужна гальваническая развязка полная чтобы вот например особенно там вторичники блоки питания там какие-то пульсации померить еще что-то такое вот пожалуйста практически в карман положил и все ну надо еще корпус сделать ну это мелочи все вот такой вот клещ имбецилит высасывает ваш мозг окончательно заражая интернет вирусом конечно надо еще поискать лоха который может повестись на такой дешевый развод с продажей готового осциллографа с алиэкспресса с пятизначной накруткой но сам факт содеянного частую характеризует низменные позывы этого паразита но с каким маниакальным рвением он впаривает три года фальшивую утопию с искренностью младенца или просто дебила описывая все прелести райской жизни и да я уже говорил в начале что еще более года назад делал три ролика по разоблачению его общей аферы с неким хамелеоном который снова уже более полугода кошмарит хомиков своими сверх гениальными но бородатыми открытиями которые не стоят выеденного яйца но просит за них миллионы правда уже в который раз закрывает свой канал трясясь в агонии можете освежить память и явно поймете о каком мошеннике я тогда рассказывал ссылки в описании и напоследок для тех кто смотрит мои выпуски перед сном небольшой видеоряд выводы делайте сами всем пока а и 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